Alfa Romeo Giulia выпускается уже более трёх лет, а кроссовер Stelvio почти два. Пора обновляться, тем более что концерн FCA распространил курьёзную статистику, согласно которой дышащая на ладан Марко Лянча, сохранившаяся только в Италии с единственной моделью Epsilon, продала в первом полугодии больше машин, чем Alfa Romeo по всей Европе. Однако на полноценный рестайлинг Giulia и Stelvio итальянцы сил ещё не накопили, зато модернизировали мультимедиа. Центральный дисплей не изменился в размерах, но теперь он сенсорный. Переделана графика, заменён процессор. На центральном тоннеле перетасованы кнопки, углублены подстаканники, добавлена беспроводная зарядка гаджетов. А главное, Giulia и Stelvio получили автопилот второго уровня, то есть адаптивный круиз-контроль с автоторможением и удержанием в полосе. В семействе кроссоверов Toyota RAV4 появилась новая версия Prime. Несмотря на вроде бы говорящее название, она отличается не растянутой базой или улучшенным оснащением, а мощной силовой установкой. RAV4 Prime – это подзаряжаемый гибрид, оснащённый таким же атмосферником, что ставят на обычные гибридные кроссоверы. Отличие в двух электромоторах. Один установлен спереди, а второй – на задней оси. В итоге пиковая отдача установки превысила 300 л.с. В чисто электрическом режиме кроссовер готов проехать около 60 км. Паспортный расход бензина при этом ожидаемо составит меньше 3 литров на сотню. Подзаряжаемые гибриды можно опознать по иному дизайну передка. Старт продаж запланирован на лето 2020 года, а первым рынком станет США.